С этой стороны показываю Кмин, какой-то бутик, тут на Новый год на Эллипате покупали, зашли в Дирижабль мы что-ли поехали и это Купили платье, тоже так недорого, такое девичье, все пышное Висело на последней скидке, никто не брал, мы купили и довольные такие, оно нас ждало На каждую вещь свой покупатель, вот оно нас ждало, три года наверное там висело в магазине, они такие довольные, Нелли просто так хорошо Так, все, я приехала в мамину маму Видите, какое мэ-мэ, смотрите, какая прелесть О, тут потрясно Такая ёлочка чудесная О, тут потрясная Десять линчика Десять линчика Два линчика А, тогда пять линчика А, тогда пять линчика Пять линчика ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот смотрите, там была красная рыба, еще какая-то, еще какая-то шикарная, но я взяла ментай, потому что я соскучилась по ментаю. Я все детство его ела, вот такая засохшая, хвостик вот такой. Сегодня удовлетворюсь своей потребности пищевые и перловка. Сейчас едем, увидела рекламу у Полина Гагарина. Хочу сходить в Екатеринбург-Экспо. Там большой зал-то, большой я не люблю зал. Да, это как мы на Мадонну ходили, я никогда не забуду. Это просто огромный этот какой-то ангар невероятных размеров и там одни вот эти, знаешь, басы, как по ушам нам били. Кошмар, не, я не пойду туда. Если бы там в космосе, да, где-то в нормальном помещении. Конечно. Смотрите, как красиво. Почему, интересно, сейчас в ковид Полина Гагарина приезжает, а другие звезды не могут? С чем это связано? А думаешь, другие не могут? Ну да. Ну то жалуются же артисты, что сейчас нет никаких в этих... А может, уже разрешили? Киркоров тоже где-то концерт уже дает. Мне кажется, сейчас разрешают уже, наверное, потихоньку-то. Филармонию, кстати, мне сегодня сказала. Женщина одна, что новую филармонию строят. И тут выселили пятиэтажку или какой-то старый дом. Еле-еле женщина последняя согласилась продать квартиру. И все, сейчас там сносить будут. И да, вот возле филармонии. И строить это дополнительное здание. И будет большая новая филармония, да. Прикольно, как будто мы в нее ходим. А мы хотели... Так вообще, как расстраиваться город-то. Но мы же вчера хотели пойти в филармонию. Но просто из-за ковида, знаете, лишний раз... И решили пойти на Полину Гагарину. Да, и решили на Полину Гагарину. Но у нее слишком большой зал. Женщин, попоказываю вам наших. Тут красивое здание. Сегодня подумала, что... Раньше вот мы когда болели, я на всех работах, где работала, болеешь, не болеешь, ты с такими соплями, с кашлем всегда приходил, с температурой. Да, ты никогда не задумывался, что ты же коллег можешь заразить вообще-то. Даже мысли у нас такое не было. Мы еще возмущались, когда кто-то заболеет, берет больничный часто, а на тебя же эта работа потом ложится вся. Вот могла прийти... Еще иногда героизм показываешь. Да. Я пришла такая больная, сижу работаю, вот смотрите, там шмыкаешь лишний раз. Да. Давать начальнику показать, что ты даже больная никакая, приходишь на работу. Начальник никогда тебе не скажет, что ты живешь дома. Да, 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 никогда. Или ты заразишь, или ты сама сидишь за своим здоровьем, это самое главное, это знаешь, что это такое. Да. И представляешь, вот эта осознанность только сейчас приходит, после ковида, по сути, да? Вот Лена сейчас была там в одном месте и говорит, женщина больная. Ну, видно у нее, видимо, что-то начинается, да? Потому что, ну, ты как бы краем уха услышала. Ну, да. Не она как бы больная, а да, просто в соседнем кабинете как раз к ней сотрудники приходят и говорят, мол, зачем же мы пришли на работу-то, вот лежали с ковидаем. Ну, да, она еще старой закалки. Сейчас вышли из офиса, такой снежок падает, так чудесно. И тепло, кстати. Тепло. 8 градусов. И такое вот прямо, да, кайфовая погода. Я говорю, Лена, как классно. Смотри, как пробка нам обратно. Угу. Офигеть. Да. Это потому что снег выпал? Да. Почему-то, и вот сразу образуются пробки. Как сегодня машину-то занесло? Ладно, он один там ехал. Ужас. И вот так вот, так классно. В жаре поживешь, в холоде, в снеге, ощутишь вот это вот. Новый год, преддверие, да? Тут по-другому это все, конечно. Чтобы ехать, вот вон, посмотри, какой, капец, коллапс. Да, посмотри, что творится. Весьмой стоит. Угу. Обратно будем пелякать столько, или как-то по-другому можно объехать. Вот, и я сейчас приезжаю, я постоянно везде кайфую. Ну, я и раньше как кайфовала, а сейчас вообще научилась от всего. Мне везде хорошо, временно. Вот, ну, в морозе мне временно хорошо. Хорошо, когда знаешь, что улечу. Я знаю, что да. Я улечу, это не вечно у меня будет. Это как турист приезжает, ой, как все классно, как классно, померзнул там месяцок, раз свалил в тепло. Ой, как мне было классно, впечатлениями делишься, приезжаешь. Белый пушистый снежок, а когда слякать и грязь началась, ты уже в кайфую. Да, вот так вот, видите, как красно. Вообще, такой вот снежочек свежий выпал. Вечер уже все набирают домой, тут покупки. Так, Лена, вот эти изолтные джинсы носят теплые. Включились, и она вообще прям в судьбой посвящении. Несепленные, ненесепленные. Несепленные. Несепленные джинсы. Несепленные джинсы. Посмотрите, какие зонти, какие мы красивые в шубках. Ну вот, где еще поносишь, да, как не в России? Такую прелесть. Воротник. Пишон так удобно, без шапки. Раз, одел, и все, серьезно. И ни разу не прогадались, что в грязь тогда и делали. вообще, шикарно. И вот такие вещи очень классно, вот с такими кардигалечками. Вот с такими. Так, буду на носочках стоять, как будто я на каблуках. Смотрите, вот так одеваешь, с платьем каким-то вечерним, вот с комбинезонами с какими-то и очень красиво. Комфортно. Не надо, сняли. Здесь вот, что-то надеть можно так же. Вот вам. Ральф Лорен с комбинезон. Ральф Лорен 10 размер. Это предлагаю для тех, кто хочет убить на повал своего мужа или друга в Новый год. Хоть дома, хоть в гости пойдете. Прикиньте, вот такая красотка. Тут, конечно, надо каблуки. Я на носочках стою. Шикарные макосины. Дикий инвай. Черный цвет с красным. Это 39,5. Да, на 39 будет хорошо. На 26 у кого-то. Есть двое вот таких классных джинс. Это Майкл Корс. Чтобы у вас послушать, вот смотрите, они ходят в вот этих вот местах, потому что они не дудочка. Мне кажется, как будто бы чуть-чуть даже расклешенные, или мне кажется, солнце это. Видите, да, я вошла в лесу, просто нету так много. Забьюсь. Вот так сзади идеальные. Идеальные. Отлично сидят. Не меньше 112 обхват бедер. Не меньше. Заперед, вовнутрь будете стройно весь живот вахт. Субтитры сделал DimaTorzok